21 мая у здания посольства Ирана в Душанбе прошел митинг, на котором собрались десятки людей с плакатами «Не хотим повторения 1992-2000 годов», «Что вы хотите от народа Таджикистана? Верните наших детей» и тому подобное. Большую часть участников митинга составляли молодые люди. Лозунги несли патриотический характер в пользу нынешнего режима, а также против Пифт и его лидера Мухиддина Кабири. «Не спал Кабири! Не спал Кабири! Не спал Кабири!» Видео с места проведения митинга были широко освещены многими информационными агентствами, в том числе и подконтрольными режиму. Акция протеста длилась не более получаса, затем все собравшиеся разошлись, никто из митингующих не был задержан. Наблюдатель отмечает, что за последние 20 лет в стране не проводилось ни одного митинга или протеста, не считая нескольких проправительственных митингов, целью которых было донесение официальной позиции властей по отношению к определенным событиям. Это были протесты в 2013 году у здания представительства ООН и посольства США в Таджикистане с требованиями экстрадиции бывшего премьер-министра Абдула Джанова из Украины, и в 2016 году у здания посольства ЕС и Турции, а также у здания представительства ОБСЕ, где группа молодых людей, представившаяся инициативной группой «Авангард», выступила с требованиями к правительствам вышеупомянутых стран прекратить предоставлять убежище и защиту таджийским активистам, членам группы 24, а также членам ПИФТ. Здесь будет уместно вспомнить реакцию властей на призыв оппозиции к протестным акциям 10 октября 2014 года. И хотя сама акция протеста так и не состоялась, в тот день столица буквально опустела, жители боялись выходить на улицу. У каждой мечети дежурили десятки сотрудников силовых структур в гражданской одежде, были подогнаны автобусы с затемненными стеклами, в которых находились отряды ОМОНа и СОБРа в полной боевой готовности. Все площади столицы и других больших городов были оцеплены силами специальных отрядов МВД и ГКНБ РТ.